Всем привет! С вами Алексей. 22 января 2021. И сейчас быстро, вкратце расскажу, что я сделал к этой дате. Плюс-минус. Значит, были морозы, морозы спали. И сегодня я некоторые растения, маленькие-маленькие фундуки, которые я нагребал сверху снегом, я примерно наполовину их, этот снег убрал. Для того, чтобы, когда будет дожди, оледенение, чтобы этот мокрый снег не сломал, не погнул и не сломал саженцы. Понятно, да? То есть, везде, где надо, подгребал. Это кратко. Так, сделал. Хорошо. Еще что я сегодня сделал. Я нарезал черенки. Значит, молодые приросты, довольно-таки высокие, сорт трапезунт. И я просто взял и, как бы, секатором их сверху подрезал. И потом еще подрезал. Получилось где-то в районе 30-35 сантиметров. Потом я их аккуратненько... Как раз получается вот стретч большой. И, грубо говоря, в этот стретч я их замотал. Каждый отдельно, да? То есть, один подмотал, потом второй подмотал и так далее. Подписал. Вот так вот. Все. И это пойдет в холодильник. Для чего это надо? Для прививки. Для прививки на другие сорта. Для того, чтобы получать другие растения другого сорта и саженцы другого сорта. Все это будет делаться... Вот такой у меня есть итальянский ножичек. Фирмы Debuy. Вот здесь мне его заточили. Односторонняя заточка. Затачивал профессионал. Сейчас проверим. Не знаю, честно говоря, не пробовал. Значит, он должен резать этот лист. Надеюсь, вам видно, да? Отлично. Вообще без всяких усилий. Вот сейчас. Вообще великолепно. Да. Значит, профессионал сделал дело свое хорошо. Я с помощью видосов пробовал сам заточить. Не получилось. Здесь, видите, результат намного лучше. Нож удобный. В принципе, мне нравится. Годится. Также я буду... Это для прививки почки. Значит, ранее весной я буду окулировка почки. Когда уже тепло будет, то есть заморозки уйдут, тогда уже буду прививать. Когда температура будет уже там плюс 10 хотя бы днем. Потом еще буду пользоваться вот таким секатором прививочным. Специальный секатор с насадкой. Насадку я поставил омега-образную. Вот. Тут их три, но я поставил именно омега-образную. Немного заточил ее. В прошлом году пробовал. Скажем так, у меня где-то приживаемость получилась 30%. Знаю, что не очень хорошо, но так как я по прививкам еще не супер-профессионал, я считаю, неплохо. В этом году еще постараюсь лучше сделать. Я думаю, результат будет еще получше. Ну, что еще сделал? Неделька раньше где-то примерно, может, чуть... Значит, влажный агроперлит. И в него я опустил орехи медвежьего ореха. Лоток вот такой. Сверху крышкой закрывается. Видите, испарение. То есть идет влага. То есть агроперлит должен быть влажный. Не мокрый, а влажный. Все. И вот так вот оно будет все в холодильнике храниться. Это будет храниться тоже в холодильнике, либо в погребе. Я буду смотреть, где какая температура меня устраивает. Конечно, самая лучшая температура это в районе плюс 2 где-то. Можно и 0 градусов. Ну, плюс 2 нормально. И для этого, и для этого. Понятно. То есть посмотрим. Буду смотреть уже по ситуации, где в холодильнике у меня градусник стоит. Также в погребе градусники. Все с градусниками. И буду перекладывать и следить. Просто, чтобы здесь не было испарений. Чтобы не проснулись раньше срока. Ну, в том году нормально все долежало. Даже при более высокой температуре. Как бы уже проверено. То есть нормально. Ну, вот такая ситуация. То, что вот в ближайшие дни я сделал. И если вам нужно, тоже сделайте. Что у нас будет дальше. Дальше у нас по прогнозам потепление с дожди. И ждем. Ничего не делаем. Единственное, чтобы подограднуть немножко. Ждем потом, что будет дальше. Потом опять легкий минус. Но это уже не страшно. Мы боимся больших температур высоких и весенних заморозков. А ну, к весенним заморозкам мы еще подберемся. Там будем обязательно прикрывать эти маленькие растения. Тоненькие растения будем с вами прикрывать. Все. Черенки нарезал где-то примерно от толщины карандаша. Чуть меньше, либо чуть больше. Потому что более тонкие не годятся. Все. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Поделитесь с друзьями. Кто не подписался, подпишитесь на канал. И, конечно же, оставляйте комментарии. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока.